Давайте с вами начнём. Не все доживают. Окончание парки – это стандартная проблема. Так, в прошлый раз мы с вами остановились вчера вот на этой картиночке, говорит о том, что у нас есть звёздные потоки, которые рассказывают нам историю галактики, и в будущем мы с вами будем их узнавать как можно больше. Но прежде чем мы пойдём дальше, я хочу, чтобы вы поняли, что то, что мы с вами видим, картина современная, она вообще имела некую предысторию, которая зависит от того, насколько точны наши с вами приборы. Насколько мы с вами ошибаемся, каков предел наших с вами приборов, и это определяет то, насколько тонкие эффекты мы с вами можем увидеть. Ну вот, частично этот пункт мы с вами прошли, и на самом деле притянется из истории астрономии. Именно поэтому, кстати, историю науки тоже очень полезно знать, хотя бы, как минимум, читать. Есть замечательная книжка такая, называется «История астрономии». Для тех, кто когда-то будет учиться, такой вот экскурс, существует история астрономии очень интересной. Но мы с вами уже практически часть этого пути прошли, и вы увидели, что как только мы с вами повышаем предел главных измерений, у нас с вами появляется множество разных эффектов, которые мы могли догадываться, что существуют, но не видят. Начиная с того, что расстояние до звезд мы смогли определить только тогда, когда точность наших измерений существенно превысила, потому что не начала превышать порядка 1-2 секунды, и только после этого мы с вами смогли что-то увидеть. Собственное движение звезд мы изучали гораздо раньше, но за тысячи лет. И суммарное смещение звезды составляло угловые минуты, и даже больше это стало заметно для близких звезд. То есть фактически все, что мы с вами знаем, тоже носит отпечаток истории науки, истории техники. Это тоже очень-очень важно. Это я к тому, что на вашу эпоху, когда вы будете учиться в УЗИ, будете аспирантами, будете двигать науку для тех, кто пойдет этим заниматься, вступят встроенные новые приборы, количество данных, которые вы будете получать, оно будет колоссальным, и поэтому современные астрономы во многом программисты, во многом, в общем-то говоря, хорошо знают и современные информационные технологии. Потому что, как вы понимаете, обрабатывать миллиарды точек измеренных – это очень-очень трудно, и для этого нужно иметь хороший навык в программировании в том числе. Поэтому занимайтесь, это действительно очень полезно, это позволит вам делать на самом деле очень хорошие практические работы. Я знаю, что с 2020 года с обязательной строка выйти стать, у вас теперь будет проектная деятельность в основном среднего образования, и вообще говоря, по полу среднего образования. Поэтому такой вариант проекта весьма интересный по анализу каких-либо данных. Это, в общем-то, серьезно, достаточно нормальная научная, научно-пактическая работа. Даже если вы будете повторять чей-то результат и обрабатывать большее количество данных, вы вполне способны совершить настоящее отрывение. Но мы с вами вернемся к задаче нескольких тел. Немножко назад. Почему N тел, как говорится? Это задача, естественно, в общем виде нерешаемая. Решается она только лишь численными методами при обработке. Дело даже на обычных компьютерах или на суперкомпьютерах. Конечно, мы не застали эти времена, когда компьютеров не было, но я вам могу сказать, что современная техника, даже та, которая есть у вас дома, позволяет делать многие вещи, если и правильно пользоваться. И программы для моделирования задачи N тел, они в принципе существуют. Можно подавить, поставить, поэкспериментировать с ними, посмотреть, что происходит. Но если хорошо разобраться, можно даже попробовать провести некоторые исследования. Но мы с вами подходим к той варианту задачи нескольких тел, конкретно трех. Которую уже давным-давно решили. Мы решили ее аналитические приближения. Это приближение задачи трех тел, где одно из тел существенно меньше, чем два блоки. Я говорю о задаче Лагранжа, или о точках Лагранжа, собственно, которые на пределы точки квази, точнее, неустойчивого равновесия. Что это за задачи, чтобы вы понимали, как вывести эти точки? Здесь я вам просто, собственно говоря, выписал. По сути, это на самом деле векторное равенство нулю суммы трех ускорений. У нас с вами есть ускорение, направленное к одному телу за счет силы продвижения, ко второму, и поскольку все вращается вокруг боли-центра системы, центробежное ускорение. Когда мы их с вами сложим в сумме, как вектор, мы с вами получим пять вариантов решения данного уравнения. Единственное, что в этом уравнении, когда вы будете решать, нужно сделать, нужно пренебречь отношения, нужно выносить массу первого и второго тела как большой, пренебречь массы третьего. В этом случае задача будет иметь решение. Вот здесь вы можете выписать, вам поможет, как говорят, некоторых задачек. Но для нас с вами это актуально. Почему? Потому что это пределы нашей Солнечной системы. В пределах, даже если брать нашу галактику, наверное, нашей галактике, и тех объектов, которые вокруг нее вращаются, такие явления тоже происходят. То есть если у нас на другую этих точек относительно планеты 4 и 5 расположены астероиды, то, в общем-то говоря, если мы говорим о вращении звезд в галактике, то, наверное, в таких точках на орбите спутников Млечного пути расположены группой звезд. Пока они, конечно, не обнаружены, но, скорее всего, они наверняка там присутствуют. Значит, какие это точки? На самом деле очень просто. Первая точка, когда одно ускорение направлено к центральному телу, где есть планета, и центробежную науку. Здесь суммарное ускорение и к Солнцу, и к планете равновешивается центробежным ускорением. Здесь эта точка чуть дальше расположена орбите планеты. То же самое. Два ускорения в эту сторону, одно ускорение наружу центробежное. Ну и здесь, под 120 градусов, почему вот этот треугольник у нас один равносторонний, примерно под 120 градусов, почти точно так поступает. Мы с вами раскладываем принцип проектирования вектора так, чтобы у нас с вами суммарное значение было равно, чтобы у нас с вами эти точки используют космонавтики. Вот в точке L1 у нас с вами сейчас находится судник, исследующий Солнце, СОПРА, который занимается изучением солнечных явлений и всем, что происходит с нашими планетами СИБУ. В точках 4 и 5, по-моему, если я правильно помню, находятся аппараты СДО, это Solar Dynamic Reservatory, задача которого тоже изучение Солнца на более современной аппаратуре. И в точке L2 сейчас у нас с вами расположен тот самый аппарат ГАИ, про который вам рассказывали, и в 2021 году, в начале 2021 года, точнее 2020, должен быть запущен телескоп имени GSL. Безусловно, такие точки есть не только у Земли, но и в первую очередь открыты были, конечно, они не у Земли. Записали? Записывали. Нету еще? Запишите. Были открыты не только у Земли. Ну, собственно, впервые такие объекты были обнаружены в системе Юпитер-Солнце. Мы с вами их называем троянскими и греческими астероидами, ну, в честь героев троянской войны. Безусловно, такие же объекты есть в системе, связанной с Солнцем и Сатурном. Там они тоже открыты, но их гораздо меньше, потому что дальше. И подобные объекты есть, безусловно, у Урана и Нептуна. Но, опять же, по причине того, что они далеки, мы их с вами, к сожалению, открываем в худшей степени. Об этом я тоже сегодня вам скажу, почему это так происходит. Вот. Сейчас мы поберемся, хотелось бы увеличить, вы увидите, почему это так. Но самые интересные точки, это, конечно, точки 4 и 5. Я, кстати, презентации отдам, их, наверное, можно будет выложить, то есть и, соответственно, скачать, и они можно пользоваться. Да, на сайте ГАИШа. Там, где скажут, если где можно, там будет. Так, переключаю. А вот теперь посмотрите, как это происходит. Вот эта замечательная анимация сделана, в общем-то, модель движения. Астероидов Троянской и группы Троянцы и Греки, а также астероиды группы Хильдос, называется вот это. Мы здесь с вами видим замечательный, в общем-то, такой гравитационный танец, который реализуется у нас в Солнечной системе. Вот этот вот точек здесь, ну что, еще равновесие тоже. Астероиды, поскольку в таком большом гигантском тревоге движутся, задерживаясь на некоторое время в этих точках. И все это результат суммарного взаимодействия, на самом деле, даже большего количества планет, но в первую очередь Юпитера. Казалось бы, гравитация такая интересная, что она действительно во многом нас с вами позволяет и реализует для нас с вами замечательные явления, которые мы бы с вами никогда бы просто так не подумали, что могут быть. Например, волица Сатурна, тоже очень уникальнейшее образование, но очень интересного происходящее. Вот. Ну и с решением подобной задачи связано с существованием сверхивных рожек, аэропластей, которые в основном встречаются во многих направлениях, ну в частности, в изучении двойных звезд, в эволюции двойных звезд играет огромную роль, наличие подобных зон преимущественного ноготения, как обмен массой звезд в крестуле. Точек, в общем-то, равновесия различных, вот, все они неустойчивы. Вот точки 4 и 5 — это точки неустойчивого равновесия, такие, что если тело на самом деле точно сдвигается, оно уже больше никогда не вернется, в какую сторону оно не сдвигалось. Это приводит к тому, что для нас, с вами, эти астероиды являются самыми потенциально опасными. Поскольку, если они начнут падать в центр Солнечной системы, они будут пересекать орбиты всех планет, внутри орбиты Юпитера, соответственно, для нас, с вами, эти астероиды являются самыми опасными. И второй вывод, который можно отсюда сделать, что когда-то давно, в начале жизни Солнечной системы, астероидов в этих точках было огромное количество. То, что сейчас мы с вами видим, — это остатки того замечательного зоопарка, который там был когда-то. Ну и примерно радиус. Почему эта задача, где еще эта задача применяется, на что она оказывает влияние? Она связана с таким явлением, как прививок, практически. То есть, если мы с вами берем спутник, ну и с кольцами планет спутника, с разрушением спутника, приближаем спутник к планете, то этот спутник у нас с вами в какой-то момент начнет разрушаться. Вот это разрушение происходит из-за того, что мы с вами не можем рассматривать притягивающую его планету как один центр приготения, то есть мы должны рассматривать как множество точек. То есть нельзя пренебрегать ее размером. В этом случае мы с вами получим, что тело у нас с вами фактически спутник деформирует, заставляет его вытягиваться, и в какой-то момент внутренняя прочность горных пород, она превышается, тело прескается, и спутник разрушается на какие-то обломы. Важно запомнить, что иногда сам спутник в крупном виде существует, но все камни, которые на нем образуются, если он ближе этого определенного предела, который равен 2,5 примерно радиусу планеты, мы его с вами будем пододвигать, то камень, который вы положите на его поверхность, уже не будет принадлежать этому спутнику. Он будет становиться сразу автоматически спутником планеты. Вот почему на этих спутниках вы увидите большое количество пород, например, если вы будете смотреть на их фотографии. Это связано как раз с тем, что любые отколовшиеся камни постепенно начинают со спутника уезжать и улетать. Вот. Это реальная картинка движения. То, что в реальности происходит у нас с вами. Вообще, пояс астероидов изучали настолько интересные темы, про него нужно отдельно очень много рассказывать. Про открытие астероидов, про то, как там расположены астероиды, как на это влияет положение планеты. Это отдельная интересная история. Ну и последнюю тему, которую мы вчера с вами не успели, связанную с законами движения, на самом деле, собственное движение звезд. Как мы с вами в реальности понимаем, что, естественно, движется? Более того, звезды двигаются не просто прямой куда-то там по траектории вокруг центра галактики. На самом деле, как правило, вокруг каждой из звезд у нас существуют с вами планетные системы. То, что планетные системы – это продукт эволюции звезды. Когда звезда у нас с вами рождается, планетные системы образуются автоматически. По той причине, что формируется аккреционный диск вокруг прото-звезды, и из него формируются планеты. Большие, малые, неважно какие, но диск обязательно будет в силу того, что звезда так образуется. Вот. Если мы с вами посмотрим, как двигаются звезды, то мы с вами увидим, что, вообще-то говоря, они будут описывать вокруг общего центра массы планетами постоянную некую траекторию. И это все в сумме даст интересное движение, которое, опять же, без сверху высокоточной аппаратуры мы с вами увидеть не можем. Когда с вами будет казаться, что звезда двигается на прямой ленинге почти, что, да, если у нас с вами углового разрешения будет достаточно. Вот эти картинки реально. Это по звездам, полученным со спутника гипарка с 93-м году. Были построены в 93-м году. Мы с вами можем увидеть реальную траекторию движения звезд. Но только, к сожалению, к счастью, здесь не планеты. Это из-за того, что звезды двойные, это звезды не видны, 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 а вот сама гипсдаль и дна. Единственное, что их траектории, в общем-то, двойные, весьма себе такие замысловатые. Но когда мы говорим о движении звезды на небе, мы сами должны запомнить, что это собственное движение имеет некую размерность. Мы его умерим в астрономии яицами, которые называются миллисекунды в год. Сколько оно смещается на небе? По двум координатам. По прямому восхождению и по склонению. Здесь тонкий момент такой, который связан с тем, что такое небесная сфера. Когда вы считаете суммарное движение для того, чтобы понять, как движется звезда, никогда нельзя забывать про то, что у нас с вами от величины склонения зависит то, каков у нас с вами масштаб круга прямых восхождений. То есть чем ближе мы поднимаемся к полюсу, тем больше на этом круге становятся угловые единицы. То есть вблизи полюса мы с вами знаем, что там если крыму навести, там в пределах градусов очень много разных звезд, но у них координаты существенно отличаются. Это связано с тем, что мы с вами должны учитывать вот эту вот кривизну практически небесной стены. Потому что наши координаты, чем выше мы поднимаемся, как на земле у нас с вами. Если мы с вами берем экватор земли, у него одна длина, если мы берем с вами параллель, которая связана с нашей широтой, у нее другая, хотя у нас с вами долготы будут, в общем-то, для одинаковые, но тем не менее разница между долготой будет занимать разное количество километров. То же самое на небесной стены. И вот, пожалуйста, никогда не забывайте про эту косинку. Если мы хотим посчитать, как правило, в легких задачах вам будут давать сумма-то величины, но более сложные, дадут в отдельности эту или вот эту. Или две фотографии, на которых вы сами должны будете определить, в какую сторону и как это будет. Вот. Ну и, соответственно, что у нас с вами происходит? Реальная скорость звезды всегда направлена. Очень редко она бывает направлена прямо на нас. Вот я вам показывал с вами видео движение к нам звезды Лизе 710. Эта звезда уникальна тем, что если она мимо нас с вами пролетит, то у нее будет только фактически одна составляющая скорости, направленная на нас с вами, по лучу зрения. Потому что иначе бы она рядом с вами не пролетела. Составляющие, которые будут на небе, будут очень-очень малы и близки к нулю. Собственно, если они будут равны нулю, то можно уже смело готовиться к глобальному похолоданию, к отсутствию звезды, там еще чего-нибудь. Вот. Даже полтора миллиона лет на это не может идти. Вот и нет. Это нужно будет делать. Соответственно, полная скорость у нас с вами направлена всегда в какую-то сторону. И решая такие задачи, мы с вами, самые классические варианты для задачи, когда мы с вами берем и считаем, когда же звезда должна была быть на ближайшем расстоянии до нас с нами. То есть там нужно дорисовать. Так, ближайшее расстояние у нас с вами что будет? Перпендикуляр к траектории. Траекторию считаем прямой в первом приближении, несмотря на то, что в галактике она может быть прямой. Но поскольку все это очень малое расстояние по сравнению с размером галактики, так и будет. Вот. Про лучевые скорости. Лучевая скорость у нас с вами меряется по эффекту Докера, как правило. Плюс, это значит, что тело от нас улетает. Минус, и тело к нам приближается. Если вы получили отрицательную скорость, то чего вы не бойтесь, такое бывает, значит, что тело к нам приближается. Ничего такого страшного. Угол, на который у нас с вами отличается от картинной плоскости направления движения, мы получаем с вами из отношения скорости. Вот это и вот это. Это отношение, это равно память, судно. Ну и последнее замечательное число. Вот это, в астрономии оно встречается много где, но все почему-то задумываются, откуда оно берется. Вы не обязательно помните, но в принципе можно, не обязательно. 4,74 сотки. На самом деле это коэффициент перевода между парсеками в год и километровыми секунды. Если вы по-честному переведете парсеки в километры, а годы в секунды, то вы получите число 4,74 сотки. Это значит, что скорость, вот эта вот конденсальная, то есть по картинной плоскости, если мы с вами смотрим, то это 4,74, мио, это собственное движение, в секунду, в год. Ну а π, это параллакс, на сути расстояние дозу парсеков. То есть парсеки в год и километры в секунду. Вот это величина перевода парсеков в год, километры в секунду. Поэтому там возникает у нас с вами параллакс, и собственное движение. Вот. Чтобы представляли, как все в реальности движется. Представляете, насколько сложную задачу нужно решать, когда мы с вами полтора миллиарда вот этих попарных расстояния имеем? Они же все в процессе движутся, да? Это очень сложно. Именно поэтому, когда такой каталог анализируют, сначала мы с вами ищем, какие источники. Самые далекие, которые точно не двигаются. Чтобы относить них можно было опереться. Потом все остальное. Это очень сложная математическая и программистская задача, как это все правильно организовать. Представьте, что тот самый спутник Гая, который вы слышали, да? Алексей Сергеевич вам рассказывал, сколько времени его готовили для запуска. Говорил? Значит, в 93-м году состоялся запуск спутника Гепардос, который успешно получил фантастический результат и, кстати, сделал одну замечательную вещь. В 93-м году, когда он отлетал, получили данные, вдруг оказалось, что все параллаксы, которые мерялись с Земли, на 10% навык. В одну сторону причем. Когда по ним пересчитали все необходимые вещи, оказалось, что шаровые скопления почему-то вдруг оказались старше, чем вся остальная Вселенная. То есть большой взрыв был раньше, чем шаровые скопления. То есть в возрасте гораздо больше. Но гораздо больше получился. И пришлось изобретать схему, каким образом всю эту историю космоса запихнуть обратно в нынешнюю картину мира для того, чтобы это было встроенной картиной, как это было тогда. Пришлось учитывать такую замечательную вещь, как химический состав звезды, прозрачность внутренних ее частей, для того, чтобы впихнуть видимую картину в реальные данные, полученные с Земли. Такое иногда тоже делают, потому что пытаются из меньших зол выбирать. Потому что придумывать новую картину всегда гораздо сложнее. И она и не имеет смысла. Так вот, с 1995 года, после обработки результатов этого спутника, стало понятно, что надо делать еще лучше аппарат. И вот с тех самых времен ведь билась руководка этого аппарата. Больше 10, больше... Сколько у нас запуск был в 2000... Сейчас у нас с вами до 17, 5 лет они работают, в 13-м году. Представляете себе, сколько это время? 21. Правильно. 93-й, буквально, там, в цели, вот 15-й. Столько времени потребовалось на то, чтобы создать сам спутник и главное программное обеспечение для того, чтобы обрабатывать то, что они будут с ним получать. Это была фантастическая задача. Вот, ну, вернемся к нашим с вами вещам. Я вам напомню про две наши олимпиады, которые сейчас идут. Это промосковская олимпиада, которая в этом году будет 73-м. Вот. Кто не прошел, ну, бывает так, времени не было, еще что-то, иногда лень, вот, значит, пожалуйста, участвуйте, потому что... У меня были примеры, когда человек, московская олимпиада, участвовать в следующих туры, даже не проходя, инстанционно, но в этом случае ваш диплом не попадет в систему СОЖ. и если вы будете поступать с этим дипломом, он не будет работать. У меня был пример, когда человек вот сыграл, он не поступил, если я туда, куда хотел. Потому что поленился пройти дистанционный тур, который он наверняка прошел, потому что он всегда обычно очень простой. Пожалуйста, не игнорируйтесь. Вот. Ну и примерные даты теоретического культуры 9-го февраля и 5-го года. Вот датный тур проводится, туда вызываются самые лучшие люди с 8-го по 11-й класс проходят в московском планетарии. Там бывают задачи на небе планетарии. Ну и вторая олимпиада, про которую я тоже уже упоминал вчера, это самопетербургская астрономическая олимпиада. Заочный тур это форма регистрации. Значит, вы регистрируетесь, указываете электронную почту, вам приходит письмо с заданием, вы его решаете. Сканируете, ну и фотографируете. В простом случае можно просто сфотографировать, отправить электронную почту и поучаствовать. Значит, после этого, если вы пишете на нужный проходной балл эти задачи, причем, решая задачи, Павел, в принципе, советовался с теми, с кем вы занимаетесь, в общем-то говоря, никто вас не ограничивает в поиске информации. Вот. После этого вы попадаете на теоретический тур, ну и, соответственно, если его хорошо напишите, на практический тур, который состоится через месяц будет быть указанным. Олимпиада интересна тем, что на ней запрещено на теоретическом туре и на практическом пользоваться любыми средствами, вычислительными, кроме собственной головы, линейки. спортира, вот все это можно, но нельзя использовать артикулятор. Естественно, телефон никому. Вот. Ну и оба, обе Олимпиады проводятся в разных местах, то есть не только в Москве, не только в Петербурге, но и в разных точках проведения. Санкт-Петербургская Олимпиада вообще в этом году Олимпиада первого уровня, она во многом по льготам с вами схожа с финалом с Российской Олимпиадой. Это потому, что у нее очень много точек проведения, в том числе и за границей. Фактически она уничтожается международными. Вот. Ну и что касается того, что мы не успели с вами вчера. Теперь наше сегодняшнее мероприятие. Начнем мы, конечно, в обладном порядке, закончим мы взвездными величинами, но в первую очередь поговорим про излучение, поглощение, а потом про взвездную величину. Вообще, если мы возьмем световую волну, с ответом все на самом деле очень интересно. Вот классический пример модели, которая не будет проходить в школе, в УЗИ. Самое интересное, что в реальности она имеет такое не совсем понятное отношение, конечно, волна бы так не выглядела, когда мы движемся. Вот. Здесь есть такие характеристики, которые вы будете применять, решая задачи. Первое, которое у нас сами известное и связано, это длина волны, частота и скорость ее движения. Дальше, с футу формулы у нас. Амглитуды колебаний у нас с вами два, волна электромагнитная, два, собственно говоря, полиэлектрические магниты. И вот они взаимоперпендикулярны. Ну, там амглитуда по каждому из этих направлений магнитного и электрического поля нам с вами тоже фактически задается. Вы будете проходить в высшей школе, когда будет учить такую штуку, как поляризация, собственно говоря, это отношение вот этих вот электрического магнитного поля. Ну, а если мы говорим об астрономии, то мы с вами подходим к такой замечательной вещи, как электромагнитный издель. То есть электромагнитный волн, у нас сами к ним относится все. И поэтому очень странно видеть школьников, которые на вопрос у нас когда-то был муниципальным этап, значит, за какое время там сигнал дойдет от астероида до Земли, если мы его с вами радио-челескопом изучаем, радаром, точнее, получаем, и оказывалось, что все искренне считали, что скорость радара это 330 метров в секунду, за исключением от 3% людей вы знали, что радио-волн распространяется со скоростью света или со скоростью двух. Пожалуйста, помните про это, что все виды электромагнитного излучения в вакууме распространяются со скоростью света. Мы в астрономии у нас сами выбираем тройки частота, а длина волны. Самые длинные волны это радио-излучение, самые короткие это гаун-лучи, которые, в принципе, возможно, имеют порождать пары частиц-античастиц, то есть преобразовывать это в темноте. Но у нас с вами на Земле так уж случилось эволюционно, мы с вами, ну и, с точки зрения атмосферы, что у нас с вами в общем-то диапазон, в которых мы с вами можем видеть космос, вообще говоря, очень мало. Грубо говоря, их три, точнее, два с половиной. первый диапазон, самый короткий, кстати, на вопрос о том, почему мы с вами видим видимый свет, ответ очень простой. Вот так вот пропускает наша с вами атмосфера. Вот все коричневое, то, что она прощает. Почему мы с вами видим видимый свет? Чуть дальше у нас будет про функцию планка, мы с вами увидим, что Солнце излучает больше всего света как раз в этом самом диапазоне. И наша атмосфера прозрачна в видимом диапазоне, частичным инфракрасом и большое окно радиодиапазона. Во всех остальных диапазонах длинного земная атмосфера непрозрачна. Это значит, что из космоса излучение там не приходит, мы его не видим, то есть чем бы мы с вами не светили подобно на Землю, то Земля бы не освещалась и организма бы не видели. Даже если они умеют видеть. И не видели ее просто. Нету излучения, соответственно, ничего было бы не видно на Земле. Именно поэтому эволюционно получилось так, что мы с вами видим видимый диапазон. Глаза наши с вами настроены на там, где больше всего излучения, где организм выживал в условиях этого излучения, необходимо, чтобы он мог увидеть что-то. Именно по этой причине мы с вами видим в видимом диапазоне не в радио, не в прокраске. Некоторые животные, кстати, ночами видят в прокраске в диапазоне. И, кстати говоря, те, которые даже светом не пользуются, например, в змеи, у змеи есть прокраска и тренинг, в котором они не видят. И это значит, что, вообще говоря, космос изучать достаточно сложно. Почему? Потому что, если мы с вами возьмем разные излучения, то есть полную картину того, что происходит, можно получить, только лишь изучив объект в разных диапазонах Мерлона. Действительно так, и всегда суммарная картина, она всегда четче, но рассмотренная по отдельности. То есть, если мы с вами все умы будем сразу рассматривать, это будет приводить к тому, что она с вами некая информация смешается, и мы сможем что-то неотделить, где что происходит на кредитном объекте. А вот если по-разному рассматривать разные диапазоны Мерлона, то в результате мы с вами увидим много интересного и сможем, главное, объяснить, что где происходит. Чуть позже вы поймете, почему. Понимаете? Все обсерватории, которые мы запускаем в космос, нацелены на то, чтобы охватить как можно более широкий диапазон Мерлона. Есть международное соглашение, по которому космические обсерватории создаются как раз с той целью, чтобы мы перекрыли весь диапазон свеком. Остается сейчас одно маленькое окошечко проехали метров Мерлона, где почти не было спутников и аппаратов, которые изучали. В нашей с вами стране готовится еще с советских времен такой аппарат миллиметрон, задача которого как раз изучать подобный миллиметровый диапазон длин лона. У нас, конечно, не так, как у нас случилось наше достижение, но вот наш с вами аппарат радиоастрон, который у нас существует в спутнике, это вообще говоря очень мощная обсерватория аналогов, которой нет ни у кого в мире. Это самый дальний радиотелескоп, который дает фантастическое решение и очень серьезные результаты, которых нет нигде. То есть, поэтому мы тоже в общем-то не на последних ролях. Сейчас у нас с вами готовится к запуску в 2019 году спутник РТ используется спектр рентген-гамма, это рентгеновская гамма-обсерватория. А после него будет запуск ультрафиолетовой обсерватории, запланированного господом. говоря, у нас с вами есть к чему стремиться, кому-то там надо будет работать. То и какие у нас с вами известные соотношения. Во-первых, это скорость света, то, что обозначается в ГУДКЦ. Привлеженно в астрономии мы можем и в метрах мерить, 300 тысяч километров в секунду. То, что скорость света, это у нас с вами вообще говоря, замечательная начинал, у нас с ней в школе смотрели, у нас такая длинная история. Один мальчишка в 11-м классе выходил на доске решать задачу. Он должен был через эту формулу посчитать скорость света. Когда он посчитал, он получил 10 в минус десятой степени метра. Мы всем классом над ним прикалывались, сказали, ты представляешь себе, с такой скоростью до тебя дойдет, что ты ошибся. Сколько на это потребуется времени? Он посмеялся, конечно, пони, но в номинал, но здесь не справился. Основное соотношение, что скорость света есть длина волны умноженная на частоту, лямбда это стандартное позначение длина волны, поэтому использовать это очень полезно. Значит, в системе С мы с вами меряем в метрах, но в астрономии так сложилось, что у нас есть замечательные единицы измерения называются анкстремы, это 10-10 степени метра или 0,1 нанометр. На всех, наверное, спектрах астрономических ну, найдете длину вон астронометрах там в нанометрах у нас на практике когда-нибудь было в галактике мы делали там сложную экстремную большую частоту. Частота у нас меряется в герцах или обратных секундах. Ну и общее уравнение световой волны в общем-то говоря это классическое гармоническое колебание с мегаамплитудой 8 саниметра с каретой плюс смещение форматин. Здесь величинности расписывания. Здесь такая замечательная штука в общем-то говоря и скорость света скорость света вроде как у нас сами считают что превысить ее нельзя конечно вот вопрос в том когда это проверим экспериментально опять тщательно без поворотов вот пока мы только про это говорим ну и экспериментов по замужу с большими скоростями реальных объектов часов мы с вами не проводили хотя в космос мы запускали часы высокоточные и по многократному оборону вагон Земли на космической станции удавалось выяснить что все-таки эффекты теории просительности там существуют и говоря действительно время начинает и течет по-разному если вы двигаетесь с разных у каждой световой волны есть собственная энергия вот она равна здесь аж это постоянная планка это аж или если мы с вами частоту из прошлой формулы выразить как c делить нолянду то вот такая это будет речь c делить нолянду но в основном энергия меряется не только в желтых у нас с вами есть еще раз замечательные единицы есть еще одна замечательная единица измерения энергии электрон вольт это работа по перемещению единичного заряда более напряженностью 1 вольт 1 метр по сути тоже величина энергии догадайтесь зачем эти единицы существуют почему мы с вами их используем частично мы с вами эти вопросы уже разбирали почему разные единицы придумываются потому что в разных диапазонах удобно применять те единицы которые представляют какую-то обозримую величину не 10 по-моему вахматой степени а какие-то единицы 5, 10 6 не знаю то что можно представить поэтому действительно там где эти использовались эти электрон вольт эти самые применять ну и наш с вами свет обладает еще одной уникальной способностью он переносит импульс несмотря на то что фотон чистится не массовая она с вами поглощается или отражается изменяется импульс таким образом таким образом можно легко посчитать замечательные вещи например все вы слышали про идею вашего одного из бизнесменов по запуску зоны в другой звезде конкретно в милоскуте пропсина а точнее антицитар и система в чем главная идея мы с вами делаем некий парус на который сведем лазерный свет зачем лазер понятно одна его основная задача преимущество в том что у нас с вами все потомы одинаковые одинаковые эффект не такой важный то что они еще и по частоте все одинаковые синхронизованы самое главное достижение лазера в том что он не является расходящимся точнее он расходится но очень мало это значит что мы с вами концентрируем энергию и она фактически не меняется состоянием если мы давим на пару то есть улетая от такого источника света вы будете он будет расслабляться не обратно в профессиональном квадратном состоянии вот в этом главное это значит что если вы разгоняете зонт при помощи лазера вы его на огромное расстояние можете обеспечить импульсом необходимым чтобы он разгонялся вот уже сейчас у нас с вами есть технология мы с вами можем с вами сейчас каждый может на алиэкспрессе заказать лазерный модуль за 400 рублей зеленого цвета такую неслабую мощность за который 20 лет назад если у вас такой появился вы бы побывали спецслужбам потому что это военная технология если таких лазеров составит миллион понятное дело что они дадут вам неслабую качество которая будет давить на парус есть вторая особенность когда вы такой зон сооружаете вы его сможете разогнать до очень большой сутрасти это кстати один из способов как можно исследовать солнечную систему если нам с вами соорудить одноразовый источник радиоволн очень мощный чтобы он разлетался вовсе стоя то мы с вами можем его разогнать при помощи светового давления чтобы он улетел за очень небольшое время на дальней части солнечной системы и там повзрывать они радиоволны фактически обеспечили все окрестносты которые все объекты достаточно крупного размера мы с вами там увидим пока мы таких исследований не делаем главная особенность состоит в том что раз мы с вами обеспечиваем большой поток энергии на малую площадь что у нас будет происходить с этим парусом он будет отбиваться если его отдача способность эту энергию преобразовать и излучить в разные стороны не будет плохой он просто испарится даже если он будет отражать 99% того что на него падает и в конце концов работать это перестанет но вернемся к энергиям световых волн итак тут мы переходим к такой тонкой границе что энергия у нас с вами вообще говоря для очень энергетичных волн для гамма-излучения фактически там нет границы между электромагнитной волной и частиц у нас она стирается у нас волны начинают вести себя как частицы а частицы как волны это приводит к интересным эффект вот энергия кванта излучения с частотой 1 тегра герц это кстати очень много да? это трагерц это все радио да нет н сейчас негагерц короткие да если чем значит это 4,15 м тепловая энергия поступательного движения одной молекулы в комнатной температуре 25 и в год энергии фотона длиной 1240 нанометров у нас еще 4 санэс 1 электром водя энергия фотона видимого 2,5 электром водя вот этими величинами можно пользоваться чтобы переводить потон на точку просто простой цель перевода энергия образования одной молекулы воды из водорода и кислорода это 3 электром водя значит вот этого мы уже не застали кто-то застал в основном нет таких телевизоров в которых электронная трубка стреляет в экран а экран светится сейчас уже всего совершенно не было вот космические лучи у нас они гигантскую энергию вот это как правило разогнанные частицы мы с вами называем лучами но как правило ибо ядра атомов либо отдельные частицы разогнанные до округа световых скоростей к нам с вами на землю они не попадают в таком чистом виде мы видим уже остатки когда эти частицы ударяются в атмосферу при таких скоростях движения для движущегося космического луча этой частицы земная атмосфера представляет из себя твердое тело скорость очень большая для него молекулы воздуха уже не приглушит фактически это просто твердое тело ну и типичная энергия ядерного распада вот как мы с вами делаем вольт частиц и другие десятки в единицы десятки в это бета частица это электрон движение электронов это вот эти вольт и гамма лучи от 0 до 5 мегаэлектронов вольт вот ну и масса частиц у нас тоже их можно выразить через знаменитую формулу в энергии соответственно георгию цель влага мы можем увидеть сами что каждая частица собственно говоря имеет собственную массу но полиэтон вольт вольт то есть если вам встретится задача когда-то регионы такие задачи были где нужно было посчитать массу частиц в энергии которые возникали можно просто было перевести одни к нец как правило люди просто не знали ну про нейтрины это вообще отдельная история интересная начать с того что долгое время считали что у них нет массы потом все-таки нашли нижнюю границу вот но вернемся к свету свет у нас с вами распространяется это было обрыгано достаточно давно прямолинейно прямолинейно ну если у нас нет источника со своими ограничениями и все зависит от того каков для нас сами источник света если его размером по сравнению с расстоянием можно пренебречь то есть он выглядит для вас как точка такой источник мы называем точечным и от точечного источника освещенность на заднем расстоянии если у синхими деленное на 4 вверх вратарь это значит что он ослабляется обратно пропорционально с квадратным расстоянием если же источник протяженный то вот от протяженного источника такие задачи тоже у нас будет в финале олимпиады до тех пор пока источник на расстоянии является не точечным он ослабляется другому обратно пропорционально просто расстоянием для нас сами на земле это приводит к тому что у нас сами есть обложение не только на земле но и в солнечной системе вот то что у нас сами есть источник является неточечным одно из важных критерий это наличие полутени если источник точечный то полутени почти не будет одна тень ну а соответственно если источник протяженный то будет полутень это было открыто еще во времена на средний вход у света есть и другие замечательные особенности например он умеет нам показывать два замечательных явления дифракция и интерференция дифракция это то что нас с вами встречаем препятствия точки здесь становятся источниками волн падали плоский крон стал сферическим и когда мы сами складываем разные волны у нас сами получается интересная картина которая называется интерференционная картина это замечательная вещь которая позволяет измерять очень малые углы в том числе достигать фантастических эффектов вот например я вам показывал ту картинку где вы видите движение планета она получена при помощи подобного интерфером где используется подобный принцип для того чтобы гасить центральную звезду то есть как можно сильнее заставить ее вычесть саму из себя то есть сбегая из двух частей зеркала изображение наполовину длинной волны для того чтобы оставить только слабые источники гасить центральную это серьезная проблема потому что подобные эффекты есть в каждом телескопе выглядят они вот так это фотография звезды Сириус снятая в общем-то весьма крупный телескоп мы здесь видим массу дифракционных картин колец вокруг звезды более того дифракционные лучи на растяжках телескопа каждый из них тоже плавляться и получаются такие дифракционные лучи представляете себе что все это остается на картинке которую вы получаете даже когда она эту фотографию получаете вы увидите что эти лучи они они вносят вклад в шум который есть его даже не видно но точность измерения это все точно совершенно попадаем поэтому ищут способы как можно с этим бороться для того чтобы увеличить точность ну и вот эта звездочка это Сириус как же работает у нас с вами излучение ну все зависит от того какое мы с вами разднем вещество в одном состоянии если мы с вами говорим о неправильном или хотя бы частичном веществе то в этом случае у нас с вами все происходит из-за того что модель атома ворот у нас электрон поднимается поглощая электромагнитную вону опускается на разный уровень это значит что в каждом у нас ионе или атоме есть строго определенный вон который он излучает или поглощает то есть потон который поглощается или излучает это приводит к тому что мы сами у каждого разряженный газ из заднего элемента мы его накачиваем энергию и у нас будет спектр состоящий из отдельных светящихся линий или в обратную сторону он будет поглощать только эти потоны которые соответствуют данным переходам возникает естественный вопрос а почему мы тогда с вами звезды не видим в виде отдельных светящихся вот таких разноцветных линий а все длину и тому что у нас сами звезда это не набор ионов и нейтральных атом это набор кашек это плазм это каша между ядрами атомов и электронами причем все вместе они двигаются по законам теплового движения практически вот ну и вот здесь вы можете видеть разные лазеры сейчас их можно все купить разноцветные какие-то фиолетовые до кислоты то есть прокрасно даже может быть вот я вам не советую покупать те которые глазами видеть нельзя потому что если он будет работать и вы на него посмотрите будет очень плохо поэтому лучше все-таки там где лучший какой-то хорошо видит все пользователи зеленой указки самое классное средство показывает на ней объект потому что любого человека который будет рядом с вами это будет зеленый цвет лучше всего видим потому что он рассеивается в атмосфере и человеческий глаз сильнее рассеивается ультрафиолетовый он для глаз для него для этого света менее чувствитель серьезно и поэтому нам с вами кажется что этот луч видно поэтому если будете когда-то использовать покупайте зеленые указки замечательная штука для осуществления любых экспериментов раньше о таких приборах можно было мечтать сейчас за 400 рублей можно купить указку если обеспечить нестабильный источник питания с ним можно сделать все что угодно любой эксперимент получит вот ну и что же такое у нас с вами наше излучение которое есть у звезд излучение абсолютно черного тела грубо если не вдаваться во всей типовой попробовности можно представить следующим образом у нас с вами плазме электронные ядра летают хаотически суть электрона в том что поглотив потом он может исчезнуть в этом месте появиться где-то в другом относительно нам ледра получается что таким образом плазме нет жестко фиксированных переходов они полностью случайны получается что из-за того что электроны и атомы двигаются согласно движению тепловому вот это тепловое распределение движения переходят воспределение излучения и мы с вами получаем ту самую функцию она носит в себе этот обречаток который называется функцией план она жутко выглядит как зависит интенсивность от длинной волны температуры наборка встанков длинной волны экспонента присутствует все знают что это экспонент надо про числот не хотите надо как вы думаете физический смысл числа пи какой что число пи в круге длина нашей длины где просто так и в нем вводили в древности а вы знаете что в этом числе зашита физика вселенной если считать наш мир кривым количеством число пи будет зависеть от того какое приведение то есть посмотрите если возьмем размерность в единицу возьмите вовсе поверхность глобуса двухмерных вселенных на нем можно рисовать круг или того насколько кривой этот глобус число пи внутри плоскости этого будет зависеть от того насколько кривой глобус Вот, то есть если мы с вами возьмем глобус большого радиуса, то числа P будет 1, то оно близко будет 3,4, а если оно будет маленького радиуса, то будет другого. Вот, значит, вот это интенсивность, зависимость интенсивности от длины волны и температуры. Температура, напомню вам, абсолютно, в Келленах указывается. Вот, и дальше у нас с вами что происходит? Мы можем вот это все сложить вместе. В высшей математике это называется магическое слово «проинтегрировать». И в этом случае излучательная способность единицы площади у нас с вами будет зависеть от четвертой степени температуры. А все остальное уйдет в константу, это все постоянное увеличение становится, вот этой константой с этого уходит. Вот у нас с вами получается такая вещь, а там уходит газовая постоянная. Вот и другие вещи. И мы с вами получаем одно из самых знаменитых достижений на физике начала 20-го века. Вот. Оно с вами в астрономии, оно сыграло тоже фантастическую роль. Мы с вами получили, так, запишите, если хотите, наверное, как говорят, такой закон, который называется законом Стефанна Бойсманом. То есть мы можем ощущать светимость любого объекта, зная его температуру и радиусы. Вот. Эту формулу в астрономии применяется массово для того, чтобы считать нужные вещи даже. Мы с вами не частично применяли буквки, применяли от этого слова «люминоз», или от этого значения светильности, собственно, оттуда и берется. Вот. Туда нас тоже отправляет. Вот. Если мы с вами запишем для звезды, какова ее светимость, то это будет площадь поверхности звезды. Я вот здесь оговорюсь, почему я написал так. Зайсигнутые, что это. Дело все в том, что в классическом виде, конечно, звезды по отдельности напоминают фигуры равновесия, которые можно приблизить к шару. Твощий шар — 4,5 квадратных, полный светильность звезды — 4,5 квадратных, 7,6 квадратных. Но если мы с вами берем звезды, которые вращаются в два миф-системы, в листах, в которых расположены массивные планеты, горячий ее пудер, то под действием взаимного сготения, сготения планеты, сготения второй звезды все деформируется, и форма объектов, вообще говоря, становится совершенно иногда отличной от сферической. В этом случае площадь будет другой. Соответственно, светимость будет другая. Это тоже важно понимать. Более того, у нас бывают горячие диски вокруг звезд. Они тоже светят. И светимость тоже зависит от их площади. Ну и вторым важным следствием функции Планка является в обратную сторону. Если мы ее с вами нарисуем, мы с вами увидим, что это вот такая вот тревога, которая растет, потом достигает максимум и спадает. У нее есть максимум. Максимум каждой функции можно найти, используя методом математического анализа. Вот сейчас, если я не знаю, который называется дифференцирование, если функцию Планка не дифференцирует. Дифференцирование к чему приводит? Мы сможем с вами изучить, как функция себя ведет вблизи конкретной точки. Растет, она убывает. Вот максимум функции такая замечательная штука или минимум, вблизи которой функция либо только падает, либо только растет. И если собрать совсем точку, то там превращение, вообще говоря, почти равное. Если это так, то можно спокойно найти положение максимума. И в случае, если мы возьмем с вами функцию Планка, мы с вами увидим, что длина волны максимума излучения просто обратно в пропорциональной температуре. Это называется закон освещения лима. Если мы в метрах выражаем, то это 29 дистепричных зеленые на температуру в Кельвинах. Если в ангстремах, то это 29 миллионов на температуру в Кельвинах. По сути, это нам с вами дает длину волны максимума излучения. Для Солнца, если мы с вами возьмем, мы получим 550 нанометров или 5500 амстромин. 5700 кельвинов. Ну и как мы с вами видим, температура растет. Если мы большую температуру берем, то светимость суммарная в графике все выше и выше становится. Для звезд, которые имеют температуру 40-60 тысяч кельвинов, вот все эти кривы, где-то маленькие, такие, крюшечки внизу. Светимость звезд у трехиолетового, ну, высокой температуры очень большая. Ну и у нас с вами есть разные приближения. Какие? Вот на этом участке кривой можно это дело представить. И вот на этом. Точнее у нас после максимума. Первый из них называется закон излучения вина. Работает он у нас в том случае, если показатель степени, вот этот вот у нас с вами, ну, точнее вся вот эта вот величина у нас с вами очень большая, правда? То есть в этом случае вот эта вот степень существенно больше единиц. В этом случае у нас с вами вот эти единички можно пренебречь, правда? И все вот превращается вот в такую формулу. Это вот вот эта вот часть. Это значит, что все излучения гамма диапазона, там, да, эльгеновского можно рассматривать в орган. И если мы с вами возьмем наоборот, много меньше единицы, то можно тоже использовать замечательную штуку, которая называется разложение в ряд. И представить наш с вами нашу формулу планка при движении в реле джинс. А это уже радиодиапазон, в общем, все же нет отношения к радиодиапазону. Поэтому при движении можно считать, использовать его для того, чтобы посчитать нужные величины. Например, посчитать, сколько энергии почувствует радиотелескоп за данный диапазон, если неизвестно, крайний длинный угол, который может быть. Это можно сделать при помощи обычной математики, просто посчитать площадь под графиком. Вот так это работает. Мы с вами берем, раскладываем экспоненты вот в такой ряд. Остальные члены просто не берем, перескопируем в ад и включаем такую зависимость. Обратно, по самому, по граду длины волны. Получается, и прямо по функциональной температуре. Вот так вот у нас радиоисточники, например, включают. Один и тот же радиоисточник зависит из-за того, какая демонома. Вполне себе задача для регионального этапа. Потому что, как правило, люди не знают эти формулы, когда они пользуются. Десятого и тестового класса вполне себе хорошая задача. Еще не было, но гарантируют, что, наверное, будут казаться. Вот. Это что касается законов излучения. Мы считаем, что воплощение не будет. Вот какие могут быть задачи, самых простых. Значит, возьмем, в справке, двойную систему. Вот, залипайте на картинке. Вот эту картинку я специально вам показал, потому что вот здесь вот, в 96-98 году, когда проходила Московская Олимпиада, еще в последнем году проводился в Гаиме. Одна из задач этого тура была в том, что нужно было нарисовать орбиты двойной звезды с одинаковой массой. И один ученик, издавая задачу нам, вот рисунок вот такой. Было нарисовано два эликса, которые касаются друг друга в одной точке. Вот. Ну, на что он еще не успел уйти, одевался, мы его позвали в комиссию, где-то проверял. Значит, стали спрашивать, слушать, ну, хорошо, а как же они не сталкивались с другими игрушками? Ну, как, как, они же синхронные вращаются. Это я вам показываю для того, чтобы у вас подобных иллюзий не существовало. Вы представляете себе, как это происходит. Вот здесь вот движение по эллиптическим орбитам похоже, двух одинаковых звезд. Пожалуйста, запомните, что центр масс всегда лежит между двумя телами. Он никогда не бывает с одной стороны или с другой, только не один. Ну, и остальное, это разное соотношение масс, круговые объекты. Вот. Задача такая. Во сколько раз звезда с температурой фотосферы в 10 личкеренов излучает больше энергии на длине волны? 5500 стренд, да? Чем звезда с температурой фотосферы, которая 3000 керенов? Если радиус 1 составляет 2,7 солнечного, а радиус 2 – половина. Здесь нам с вами нужно будет воспользоваться двумя законными двумя словами. Ну, это, конечно, законными двумя словами. А то, что светимость – это 4,3, это квадрат, сигма, это четвертый. И здесь я, как всегда, опять вам скажу, что я сторонник относительных формул, потому что все константы сокращаются. Это еще лучше. А второе о том, что длина волны излучения максимума обратно, пропорционально температуре. Значит, что нам до этого нужно сделать? Во-первых, нас спрашивается, во сколько раз… А тут даже температура там… Одной и второй. И второй. Почему-то я забыл выкинуть из этой задачи. Обычно даже не так обычно выкидывают, например… Значит, первое, что мы сравним с вами – светимость первой звезды и второй. Мы делим с вами 4πr в квадрате сигма t в четвертый степень на 4πr в квадрате сигма t в четвертый степень. И это нам дает отношение светимости звезды. Мы с вами видим, что это отношение есть разница 2 в квадрате на t в четвертый степень. А это дается масса заданий, которые мы с вами, собственно говоря, получаем в разных вариантах, в том числе и в региональном этапе. Вот. Ну, а второе – у нас с вами есть длина волны максимума излучения. Понятное дело, что мы с вами тоже можем взять, наверное, формулу… …постой, поскольку пятьдесят десять тысяч кельвинов – это ультрафиолет, а три тысячи кельвинов – это ультрафиолет, а три тысячи кельвинов – это ультрафиолет. Диапазон инфракрасного излучения… Ну, обычно делают и так. Я говорю, что лишние данные задавал. Обычно дают либо длинные волны, вот, собственно, такая задача на региональном этапе была, в которой нужно выяснить температуру. Собственно, давайте теперь формулируем немножко задачи. Вот, выкидем оттуда температуру, точнее, оставим температуру… То есть, вот здесь вот десять тысяч кельвинов, по-моему, театричный пункт, и оттуда неизвестно. Вот известно, что пятьсот пятьдесят нанометров. То есть, явно один у нас с вами – это пятьсот пятьдесят нанометров. Вот. А для второй звезды известно, что ее температура – это три тысячи кельвинов. Вот так. Я объясню, почему лучше так, потому что, на самом деле, если мы с вами обмотаем на задачу раньше, мы с вами увидим, что для красной звезды, для красной звезды с тремя тысячами кельвинов, мы с вами попадем вот на эту часть кельвинов, а для звезды, для фиолетовой, на эту. И просто так рассчитать это будет очень трудно. То есть, по-честному, это придется взять и рассчитать интенсивность вот по этой форме, мы можем сделать. То есть, мы с вами берем, выставляем, у нас с вами для первой звезды будет, так как у нас работает джинс, для первой звезды, которая высокую температуру имеет, да? А для первой звезды, мы с вами возьмем, это, конечно, не совсем честно, потому что близко к максимуму. Это у нас с вами получается. Ой, да, для второй звезды, для холода. Мы с вами будем вот здесь вот, на этой части. Должен брать вот этот формат. Они страшно выглядят, но пользоваться и не можно. Все мы выглядим красиво и полно. Не все, бывает красиво. Это будет 2π. Ну, собственно говоря, последний термс. То есть, hc квадрат на лямбль пятой степени и на экспоненту в степени минус hc на лямбль проте. 2, лямбль 2, здесь тоже лямбль 2. То есть, если эти две штуки взять, разделить их друг на друга, то мы с вами получим ответ первой звезды. Почему в одном случае мы использовали такую формулу во втором и втором? Еще раз, в какой формулу? Ну, почему мы считали первое и… Вот это вот, это для полной светимости? Нет, я имею в виду вот и… Вот это. Да, в штуках для и первого, и второго размера. Объясняем. В первом случае, если положение максимума рассчитательное, то окажется, что для ультрафиолета 10 и 4 звезды, вот эта звезда, которая светит в максимуме излучения которой, лежит существенно в ультрафиолетной области, в коротких ломах. И для нее 550 нанометров упадет вот сюда. Это приближение реле джинсов. А это приближение ВИН. А для инфракрасной звезды, наоборот, мы попадем с вами вот в эту область. Потому что ее максимум будет правее, чем 550 нанометров. И поэтому мы с вами берем здесь разные формулы. Если мы брали с вами радиодиапазон диапазона, то там бы мы брали только одну. Вот эту вот формулу. И там все сощественно совсем просто. Потому что там осталось вот только ям до квадрата, и там мы с вами поделили, да. Отношение длинглона больше ничего. Вот. Это что касается задачи номер 1. Задача на регионе, которая была, она отличалась тем, что... А почему формулы планты не должны с самого начала? Ну можно и прям напрямую подставить приближение и просто удобно. Одна и даже форму. Можно и так сделать. Покажи, пожалуйста. Вот так она и есть. Но раньше там не ослабленная. Сейчас я бы дляйду до нее. Вот можно взять и вот эту формулу планты и подставить вполне себе тоже. Просто с приближениями работать удобно. Они меньше по размеру, по расчету. Пописать себе, найти отношения с вами крокодил с оругием, да? С экспонентом. С единицами. Да, если просто напрямую поставить. Можно ее взять совсем больше. Но формула планты, как правило, просто так никто не помнит. Или, в общем говоря, и не нужен. У нас в задачах она редко встречается, но в принципе можно и сложить. Я не против. Я просто говорю, что с приближениями удобнее работать. Их не даром все время. Но они, наоборот, появились сначала при движении, а потом остальные все. Вот. Ну и поскольку мы с вами поговорили про излучение, электромагнитные волны у нас с вами еще и безусловно поглощаются и отражаются. И вот отражение, в общем-то говоря, то, какой процент у нас с вами отражается, называется, величина, которая выжила на агулярной единице, называется альбет. Оно бывает разным, но у нас с вами в задачах, как правило, используются геометрические отбеты и плоские отбеты или ламбеты про отбеты. Значит, они, справочные данные, которые у нас есть, указаны планетами или объектами в Всероссийской Олимпиаде, эти справочные данные есть. Вот, указаны и одно, и другое, в общем-то говоря. Ну и в случае, когда мы с вами рассматриваем вначале, как планета отражает, нам достаточно использовать плоское объект. Я считаю, что планета – это диск плоский, который отражает Солнечный свет. И вот с этим связана одна замечательная вещь, почему мы сами в далеке объекты Солнечной системы видим очень плохо. Если мы с вами нарисуем нас, Солнце, Солнышко, где-то будет Земля, где-то далеко объект Солнечной системы, то мы с вами увидим, что… что мы будем видеть на Земле? Освещённость, которая будет создавать вот этот вот объект, это что будет? Это будет освещённость, светимость Солнца, делённая на вот это его большая половость в состоянии, 4π, а квадрат, расстояние на него в квадрате, и умножить на отражающую его способность, на альбену, от того, что оно отразит. А потом это излучение должно вернуться к нам с вами обратно. И в лучшем случае оно вернётся нам ближе на одну астрономическую кинсулу. То есть мы с вами вот это всё должны ещё разделить на 4π, а минус а Земли квадрате. Ну, если планета далёкая, можно пренебреть расстоянием от Земли до Солнца. Здесь ещё куда? У нас альбутат А будет в какой степени? То есть это пропорциональная альбеда и обратно пропорциональная 4-й степень расстояния. Получается, что для далёких объектов свет настолько ослабляется, что мы с вами эти астероиды там просто очень плохо видим. Они ещё и отражают маму, как правильно бывает. В результате у нас сами детектирование таких объектов – это очень сложная задача. К ней ещё примешивается следующее. Когда мы с вами берём объекты дальние, как мы с вами планеты открываем? Понимаете? Показываю. По смещениям. Раз так, то если мы с вами берём объекты пояса кольтера и дальше, их смещение за годы – это угловые сетки нет. Это настолько мало, что требуется масса времени для того, чтобы это открыть. Ну и какие же величины отражающей способности мы с вами можем взять? Это справочная таблица с учебетом, которую можно найти. Это то, какие объекты, какие-то материалы поверхности, как отражают. Самый классный отражающий объект – это свежий снег. Его отражающая способность до 90%. У нас с вами есть тело в Солнечной системе, которое подобно обладает способностью. Таблица с учебетом, который содержит много снега и, соответственно, больше 90% отражающей способности. Вот. Так. Я смотрю на наше мнение. Добавляю, что мы ещё до звезды увеличены. Соответственно, самая плохая отражающая способность у нас имеет плана. То есть планеты, которые содержат океаны, в общем-то говоря, пошло должны поглощать через лучшие звезд, вокруг которых они вращаются. Вот. На Марсе, кстати, это поглощение. Бедро-Клубинский. 28. 28. Саванна. Это облаха. Это перистые облака. Молосы полностью. Клубинский. 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 Вот. Ну и поглощение — это у нас такая замечательная функция, которая тоже реализуется веществом за счёт того, что фотоны, которые проходят сквозь вещество, поглощают только те, которые поглощаются только те, которые соответствуют переходам внутри атомов или вращательным или эпицидическим уровнем внутри молекул, если у нас молекулы не более сложные, не более сложные, системы линии. Это приводит к тому, что мы можем сформировать тот спектр, который мы видим, например, от Солнца. То есть, когда вы смотрите на спектр любого объекта, ползвезды или планеты, вы всегда должны понимать, что вы видите спектр всего, что расположено до нас, от этого объекта. Иными словами, если мы берем спектр Солнца, то мы сами что увидим? С атмосферой будет подниматься непрерывное излучение, которое соответствует функции плана. Дальше, когда оно будет в атмосфере Солнца напарываться на ионы, которые содержат электроны, каждый из этих ионов будет оставлять свою систему линии. И каждый следующий слой будет оставлять свои отпечатки внутри этого спектра. Когда это придет к нам с вами, мы получим красивый солнечный спектр, в котором будет все, от хромосферы до солнечных коронов, но вместе сложенные в одну кучу. Если мы в этот момент посмотрим не на фотосферу Солнца, а на солнечных коронов, например, на внешнюю атмосферу Солнца, то мы с вами увидим то, что называется линиями излучения. То есть когда у нас с вами поток излучения идет, почему мы видим линии поглощения спектра? Потому что когда идет поток излучения, атомы у нас с вами его перехватывают и излучают в произвольном направлении. То есть надолго фотоны не задерживают, они, эти фотоны, излучают в произвольном направлении. Но изначально фотоны двигались к нам. Это значит, что фотоны фактически будут в этом диапазоне спектры будут ослаблены. У нас получается линия поглощения. Но если на это газовые облака посмотреть с боку, со стороны не нет потока декоративного излучения, вы увидите, что оно будет в этой линии светиться. И так получается спектр линии излучения. Такова должна быть концентрация пыли, диаметром один микрометр, пространство солнечной системы, чтобы яркость солнца на земле упала на 10%. Это задача на половину геометрической. Мы с вами знаем отношение освещенности солнца без поглощения, с поглощением 10%. Это значит, что на луче зрения у нас с вами вот эти частички диаметром микрометра занимают, вот каждая из них перекрывает 10% от площади того, что мы смотрим на солнце. И таким образом мы получаем цилиндр с расстоянием от нас до солнца, с размером солнца, в котором этих пули на диаметром один микрометр это штук, и они друг друга не перекрывают, это самое главное передвижение этой модели, чтобы частички по имени не перекрывать, но 10% от достаточно. И мы с вами увидим, что можно просто посчитать, сколько их должно быть внутри этого цилиндра, а значит узнать их концентрацию. Вот собственно это и задача. Расспрашивается, какого раза будут в этой цилиндре пыли, и так она и находится. Ну и здесь вы видите фотографию глобулы, снятые в инфракрасном диапазоне. Вот здесь фотография в оптическом, где есть очень глина, такой вот кусок пыли, который сильно поглощает. В этой глобуле, насколько я помню, когда я эту картину проискал, поглощение составляет порядка тысячи звездных величин на просветке. То есть любой яркий источник мы с вами из-за нее не увидим. Даже взрыв сверхновой звезды, где она у нас пройдет, она даже не замерзнет. Вот. Следующая задача. Эта задача уже тоже связана с освещенностью, с отражательной способностью. Такова равновесная температура должна быть на планете Земля, если на береге Земли составляет 0,36. В этой задаче будет одно очень важное предвижение. Мы с вами должны посчитать, что Земля у нас с вами, весь поток излучения, который она перехватывает от Солнца, мгновенно ее распределяет и излучает во все стороны. Это значит, что мы должны посчитать, сколько энергии перехватывает Земля от Солнца. Это есть летимость Солнца, взеленная на 4 пи по расстоянию до Земли квадратных. Земля из этого перехватывает единицу минус ампета. Это то, что остается у нас с вами на Земле. На что еще надо умножить? Площадь. Площадь чего? Диска. То есть просто би радиус Земли. Вот так. Ну а теперь с другой стороны. Когда уже будет неосвещенность, я полностью не могу. После этого мы с вами должны к чему это приравнивать? Потому что оно перераспределяется. Светимости звезды нашей с вами, светимости нашей с вами Земли. То есть как это, то температура, которая нам будет увеличена. Это 4 пи пи квадрат сигма т земли уже четвертой степени. Ну и мы с вами увидим, что в нашем случае сокращается радиус Земли в квадрате. То есть радиус планеты не важен, что в принципе понятно. Одновесие температуры зависит только от расстояния отражательной способности. и мы можем с вами еще что сделать. Светимость Солнца расписать. Написать, что светимость Солнца это 4 пи r квадрат Солнца сигма т Солнца четвертой степени. В этом случае все еще будет более красиво. Значит, вот это сокращается. Константа сокращается. Что еще сокращается? Вот это пи сокращается. Все. И остается температура земли четвертой степени. Ну, можно же сразу корень на четвертой степени будет. Единица на корень из двух на корень четвертой степени из единицы минус А еще радиус Солнца не с вами расспался. Здесь тоже остается корень радиуса Солнца. Нет? Нет. 4 пи уже 7 пи сократили. А, это стоянка осталась, да? Останется. на радиус Солнца на расстояние возле и это тоже подкосно. Да. Вот так. Вот. Это универсальный формул, который мы анонимировали на весную температуру нашей планеты. Если мы с вами ее посчитаем, температура будет порядком минус 19 точек. это температура отрицательная. По-моему, меньше, чем минус 10. Вот. можно сказать, что у нас здесь остается радиус Солнца в квадрате, да? Здесь расстояние из земли в квадрате. Поскольку мы извлекаем корень четвертой степени, это будет единица на корень из двух, корень четвертой степени из единицы минус альбета, а здесь корень из отношения радиуса Солнца и расстояние от земли до Солнца. Обычный корень подавляет. Вот эта штука, знаете, что такое? Это круговой радиус Солнца. Гордиан. Сейчас выговорим. Ну, если переводить в какие-то геометрические единицы. Вот. Таким образом можно посчитать температуру для разного расстояния от Солнца, для любого тела, которое мы с вами возим. Не важно, будет это космонавт, будет это. Тело с ним температура Солнца. А? А, у вас уже помнила температура Солнца. Ну, а, это может температура Солнца. Сиркорная измелька написана. Она вот здесь есть, соответственно, здесь тоже посадка. То есть, вот это будет коэффициент. Вот. Здесь все величины меньше единицы. Значит, температура будет меньше, температура Солнца. Это приводит к тому, что мы с вами можем посчитать, например, с какого расстояния у нас с вами начинают испаряться кометы. То есть, что мы с вами знаем? В космосе у нас житой воды нет? У нас с вами есть субнимация недобородка. Если мы с вами ее рассмотрим, то мы увидим, что это происходит температура сантимикования 200 кель с того момента у нас она уже начинает испаряться. Если мы с вами возьмем посчитаем, то можем определить расстояние, с которого ледяной лед начнет испаряться. Лед любую форму можно таким образом, зная температуру его субнимации, узнать, каким образом он, на каком расстоянии от Солнца будет испаряться. Это приводит нас к другой задаче, полностью аналогичной. связанной с такой величиной, которая называется зону жизни. Достояние зону злопоглазки, если вы каких-нибудь фильмов будете смотреть, короче, популярно. Мы с вами увидим, что зоны разные для различных звезд. Чем меньше звезда, тем меньше ее обитаемых зон, тем меньше температура, тем меньше светильность, тем меньше ее ширину обитаемых зон. В общем-то говоря, задача решается ровно так же. То есть, если мы берем с вами температуру жидкой воды, то мы можем первым при движении посчитать уровень миллиградских цельсов, 270 кг, посчитать до этого расстояние, зная отражать ее способность. Еще один способ решить подобную задачу, это посчитать количество энергии солнечной постоянно, превходящейся на квадратный метр на расстоянии Земли от Солнца, что это для тех планет будет ровно та же самая величина. Полностью аналогичная задача, что это с вами. Мы с вами даже до звездных величин еще не добрались, очень хочется. Это геометрическая задача, насколько раз земная атмосфера в горизонт ослабляет попадающий в нее свет, если в зените ослабление ослабляет атмосферу 2400 град. Досота основного слоя атмосферы 20 км. То есть нужно посчитать, сколько таких слоев расположено по лучу зрения. Вот так это будет одна атмосфера, а горизонт, если мы посчитаем, будет 36. Дальше помножить, во сколько раз оно ослабляет. Вот эта задача была на финале Всероссийской Олимпиады когда-то. До сколько раз меняется яркость Плутона на земном небе в момент противостояния в случае прохождения эмбиригелия и Афелия Оргит. Дана отражательная способность и большая курость Оргит Плутона. Задача простая. Нужно просто расстелить две освещенности. Вы сами проводили форму вот так и Плутона записать до двух постоянных. Афелия переговор поставит на место большой полосе в одном случае А минус Е и А минус Т. Все вначале. Простые 16 баллов разыгранные на финале Олимпиады. Ну и перейдем к звездным величинам. Итак, что такое звездная величина? Это мера яркости небесного тела, точнее освещенности создаваемой этим телом с точки зрения земного наблюдателя, наблюдателя нас с вами. Обычно мы пользуем эту величину скорректированную, которую она имела в случае, если бы не было атмосферы, потому что атмосфера поглощает. Это значит, что когда вы наблюдаете звезду с какой-то высоты на горизонте до какой-то, ее яркость меняется, даже если она встает. То есть поднимаясь до верхней клуминации звезда будет расти в ядкости, потом ознавняться. Это важно понимать, если мы сами такие задачи рассматриваем в течение ночи, что этот эффект присутствует. Ну и освещенность создаваемой звездой поток на время и светимость на протяжении точек. Освещенность это светимость на 4 пиа квадрат. Здесь источник точечный, а звезду мы с вами считаем точечным, потому что мы не видим висок. Ну и по аналогии говорят, что освещенность обратно в квадратное состояние. Это положение закона сохранения метра. То есть сколько мы с вами берем сферу вокруг звезды всю, светим энергию, которая проходит через атмосферу всегда равна светимости звезды. Какое бы мы с вами расстояние не делали. Если мы посмотрим на фотографии, которые чем занимаются астрономы, когда фотографируют звездное небо, они выглядят вот так. Это фотография с любой классической ПЗС-матрицы, или фото-пластинки, галактики есть. Мы сами увидим, что у нас есть звезды. Как правило, яркие звезды с измеренным увеличением, а все остальные звезды мы получаем методом сравнения с этих звездами и звездными значениями. ЗС-матрицы это отдельная история по приборам, которые чувствуются, там можно много рассказывать. Их главная функция особенно состоит в том, что они чувствуют линейно, то есть во сколько раз ярче на снимке, во столько раз и потом больше звезды памятят. Это значит, что можно просто сравнить между собой, просто пересчитывать. сейчас компьютерный метод делает это автоматически. То есть вы просто это делаете, вы загружаете, но все остальные звезды измеряют. Это очень удобно. Вы задаете две-три звезды сравнения с известным величином, и все остальное автоматически определяется. Вот что такое звездная величина? Вообще это было введено еще в древней Египте, я тут попал на древнюю регицию. Мы с вами это знаем из, можно сказать, не уст, конечно, записи и прическа в архипарху о том, что он разделил, при нем были разделены звезды на 6 категорий. Это не были классические цифровые величины, которые характеризуют яркость, просто 6 категорий яркости звезд. Первый, Второй, Третий, Четвертый, Пятый, Шестой. И в средние века, собственно говоря, у нас с вами такой знаменитый астроном Кокс, он придумал формулу, которая, собственно, является базовой для решения многих задач и определения многих величин, по сути, характеризующей шкалу звездных величин. Ну и сначала справочных данных. Итак, самые яркие звезды. Ну, правильный вопрос самой яркой звезды на земле в небе очевиден. Это Солнце. Нужно оговаривать, что величина не без Солнца. Это звездные величины, видимые для звезд, ярчайших звезд в небе. Это всем великолепсионные звезды, это ярчайшие срочно своих созрений, как правило, за легким исключением. Например, мы с вами видим, что самая яркая звезда, кстати, здесь в этот список попадают звезды и ближайшие. Вот близкие к нам звезды это Сириус, это Имам, это Центавра, это Века, может быть, чуть подальше, Манси Гампур, сейчас, что у нас еще, Вальтаир, Баран, Полз, по целому, по целому. Вон, такая же система приселилась, что понятно, По массе. Вот. Все остальное звезды далекие. Вот. Ну и если мы с вами берем звезды, объекты на нашем небе как-то немножко не то, мне-то не нужно обрадить. Картинка это самое яркое объемное. Да, это количество звезд, в зависимости от того, какой они звездной величины. Значит, ямка звездная минус первая одна, четыре звездной величины, и то, что общее количество растет. И для глаза, предел глаза, шестая, шестая складная звездная величина, и число по цифре за шесть тысяч. Это тоже важно запомнить. Во всем небе и глаза видно шесть тысяч звездных. Во всем небе цвета. Вот. И внизу номер опущен. Триста сотен. Тисечка толка. Тисечка толка. Тисечка толка. Вот. Ну и если мы с вами возьмем математически звездные величины, что, собственно, как была любит эту формулу, которую мы называем формулой фокс. Фоксон оказал замечательную вещь. Давайте с вами посчитаем, что между шестой и первой звездной величиной разница в яркости составляет ровно сто раз. Их в степени шесть минус один равно сто. Отсюда мы получаем ничего не видно, я не вижу причем отличное. Значит, отсюда мы получаем, что x решаем таковое мнение, это 10 в квадрате и корень пятой степени. 10 в степени две пятых, или 10 в степени 0,4. И формула, которую он вывел, собственно, е один длит на е два есть 10 в степени 0,4. Я всегда так пишу. Многие пишут, что вот это число это 2 и 512 с точностью его шестого знака. Удобнее писать так, тогда можно считать потом проще. Это и обратный порядок минус m2 минус m1. По сути, звездная величина это степенная шкала. Наш самый глаз устроен замечательным образом эволюционным. Он не чувствует как прибор позаискания. Он чувствует как такой можно сказать лаберетнический источник. То есть он видит степенную шкалу ярости. Это значит, что у нас очень широкий диапазон чувствительности. Поэтому мы видим и слабые, и яркие объекты. Поэтому мы с вами видим все. Позаискамера обладает важной особенностью линейностью, но она не обладает особенностью широкого диапазона чувствительности. Получается, чтобы вы сделали хорошую фотографию нужной вам для взгляда, нам нужно подбирать время выдержки. Потому что если вы сделаете слишком много, вы зафиксируете слабые звезды, а ваша яркая звезда находится целиком, и вы не сможете ее изменить. И наоборот, если сделать слишком короткое время выдержки, вы получите яркие звезды, но не увидите слабых. Вот это нужно будет делать. Кстати, имейте в виду, если у вас фотографией занимаетесь, там точно такая же проблема. Ну и поскольку это степень 10, мы с вами подходим к такой замечательной штуке, которая называется логарифм. Логарифм это функция обратного разведения функции в степень. Это справочник, который я в интернете взял, как свойственный логарифм. Мы с вами знаем, что любое число в степени 1 у нас с вами это 0. То есть, любое число в степени 0 это 1. Это значит, что мы с вами, когда берем логарифм, то есть выясняем, в какую степень нужно размести любое число, чтобы получилось 1. Правильно? Это 0. Вот. Значит, дальше. Само число. То есть, что такое логарифм? А по основанию А. Значит, что мы смотрим, в какую степень нужно возвести вот это вот А основание, чтобы получилось вот это число. Понятно, что это в степени 1. Значит, если единица на А, то это минус 1 степень. А значит, минус значит единица деленная на это величие. Вот. Если у нас с вами основание представляет из себя какое-то число в степени К, то мы с вами увидим, что вот здесь будет милиция на К. Значит, для нас важное свойство, здесь не все можно использовать, а вот это, что логарифм произведения это сумма логарифм. И логарифм отношения это разность логарифм. Почему? Это можно интуитивно очень хорошо понять. Если мы В и С это произведение, мы с вами представим как число А в какой-то степени, то мы с вами получим сумму степеней. Произведение мы переводим сумму, а отношения в разность. У логарифмов есть еще одно замечательное свойство, это можно переводить за мной с одного основания в другое на самом деле тоже очень легко понять любое число можно представить как число какой-то степени между собой у нас есть два вида логарифмов основных которые мы используем кроме тех кто вы решаете вангебре 1 логарифм по основанию 10 это десятичный логарифм зачем в школе учить записывать числа научной форме числа потому что логарифмировать увеличили можно уметь просто если в какой-то степени макарит отвечает число номер степени больше ничего это очень удобно поэтому вы запись такую формируете это навсегда удобно можно быстро все посчитать потому что такие графики такие величины всегда приходится строить если вы занимаетесь вот ну и теперь та самая таблица ярких объектов на земном небе самая яркая была с вами собранная солнце почву минус 26,7 лунах пола у нас 12 7 вспышка иридиума были такие спутники сейчас они уже постепенно падают на землю к сожалению все мало и мало минус девятой звездной величины это примерно как луна в первой четверти сверхновая 1054 года то самое что породило храбридную туманность минус шестой звездной величины на несколько месяцев было видно днем значит венера максимальная яркость минус четыре и семь десятых почти 67 это самая яркая планета на земном и не только на земном даже в арсианском мкс она на 2 лет пролетает она очень ярко сейчас уже ярче площадь ее увеличивается чисто много отражает земля при наблюдении солнца минус 4 величины и 8 юпитер земли максимальное противостояние 2 и 9 марс противостояние минус 2 и 90 литр висмос великое противостояние меркурия минус 2 и 45 земли максимальная высота в нулевой величины звезды ковша большой медведицы второй величины самый дальний свет который можно увидеть глазом туманность андромеды 2,5 миллиона световых лет на нее третье звездной величины если вы когда видите на небе почитайте что вы видели свет возраст которого 2,5 миллиона лет самое значит галереевые спутники юпитера кстати они 5 звездной величины а 5-6 в принципе они были бы видны глазом если бы не яркий юпитер он своим светом фактически глаз заставляет сужать зрачок и мы с вами не видим эти звезды и эти спутники уран если бы с вами верили точные звездные карты его бы нашли бы гораздо раньше чем это сделал Уильям Гершин но тогда их не было его максимальная ядность 5,5 звездная величина и таких звезд на небе очень много и очень трудно найти движущийся объект такой звездной величины просто так глаз самые слабые звезды наблюдаемые невооруженным глазом видите как написано от 6 до 7 до 7 до 7 до 7 до 7 зависит от того оттуда вы наблюдаете с МКС это будет одна звездная величина в горах другая здесь внизу у нас с вами третья ну и у каждого из нас с вами свое собственное индивидуальное зрение вот некоторые люди которых я лично знаю утверждали что они видят седьмую с половиной звездную величину проверить это невозможно вот нептун самая его максимальная яркость порядка плюс восьмой 7,8 ну и дальше называются экзотические объекты самый близкий к нам кандидат черной дыры лебедь х1 под девятой звездной величины proximal centaur ближайшая к нам звезда одиннадцатый ее даже в общем средний телескоп не в каждой найдешь самый яркий кваза 3,273 созвездия делаем 12,6 плюс 12,6 самый слабый объект наснятое в 8-метровой звездной звездной величины самый слабый объект звездной звездной величины третий уже мы должны быть в первую очередь поменяли приборы вот теоретически нас ничто не ограничивает мы можем с вами сделать выдержку большую на орбите и снять объектом 35-40-50 звездной величины которые нам с вами позволяются вот ну и формула боксона еще раз если мы с вами берем приравняем этих параметров телескопа еще сейчас немножко скажем это модель строящегося телескопа вот если мы с вами возьмем формулу боксона переведем ее в рифмирный масштаб логарифтем 1-2-2-2-2-1-2 ее можно в таком виде использовать или в таком виде если вы с логарифтемом хорошо общаетесь не запрещает ну вот классическая задача значит с небольшой махинацией предельная звездная величина наблюдаемая глазом в телескоп значит что мы с вами должны знать чтобы такую задачу решить мы должны с вами вспомнить какого диаметра зрачка максимально 6 мм вот соответственно если мы эту задачу решаем то мы приходим с вами в лодочек что отношение освещенности создаваемым телескопом в глазу и в глазу телезрой у нас с вами будет связано с диаметром врачка собирающей поверхности если мы с вами подставим сократятся все динамические величины квадратные в месяц до знака логарифа то есть если у нас степень двойки здесь она будет мы получим с вами вот эту вот формулу которую вы можете встретить в различной литературе в том числе в астране эта формула конечно хороша но нужно уметь ее тоже вывести вот она не учитывает одного что у нас с вами бывает разный то есть когда мы с вами смотрим и видим звезду когда мы ее глазом видим мы ее видим по отношению к фону на котором мы ее наблюдаем то есть что у нас с вами само небо светится вообще говоря то есть атмосфера Земли она вообще-то не излучает хорошо видно телескопы все смотрели на люди когда маленькое увеличение ставить что видно видно что поле зрения свет когда ставите большое она темнеет темнеет почему потому что угловые размеры которые дают телескоп он их растягиваем соответственно и фон он размазывает на большую площадь и фон падает и становится черным абсолютно вот ну и напоследок последнее что мы с вами сделаем про абсолютную звездную величину когда мы с вами говорим о видимой звездной величине вообще в астрономии используются специализированные системы фильтров для наблюдения объектов зачем это делать за тем что когда мы с вами получаем вообще общий свет он нам не несет информация каких-то явлений просто все в общем я но если мы с вами вот из этой кривой планка вырежем отдельные куски хотя бы 5 кусочек то можем сделать пять фотографий поставить пять точек на этой кривой и определить ее форму это замечательное свойство которое когда это стали использовать за из камеры позволило за 5 изображений массово узнавать температуру всех звезд объектов которые на них это очень классный способ который позволяет сделать многие астрофизические исследования доступны любому человеку который сейчас в мире это многие люди занимаются серьезной наукой не являясь они используют готовы программы готовы наблюдают объекты делают их анализ на основе простейших более соображений и делают открытие вот так вот что такое абсолютно звездная величина мы с вами как должны объекты с вами друг с другом правда мы не знаем на кого они расстояние ну как правильно чтобы сравнить мы их должны как бы отодвинуть или пересчитывать их светимость и тогда можно сравнить мы с вами в астрономии сделали что мы отодвигаем их на заданное расстояние одинаково и сравниваем между сам так как можно сравнить то есть можно найти абсолютно звездочку самой слабой звезды самая яркая понятие как они как они друг от друга отличаются вот значит выводится на из формы вот просто с вами представляем но важно понять так что абсолютно звезды лично почему берем вот этот знаменитый вопрос расстояние 10 пар секс который мы который мы отодвигаем все источник на тишине 10 берется то что логарифм 10 раз если бы это было не так но правильный если мы с вами подставим мы знаем что освещенность обратно пропорционально квадратового стояния то есть до видимой величины у нас это вот сюда опускается а для абсолютной поднимается наверх и сразу извлекаем квадратный корень здесь будет степень 0 2 это абсолютная величина это ведь дальше мы что делаем мы галюфируем получаем вот такую величину и вот две формулы через видимую величину мы находим абсолютно здесь все правильно когда такие вещи получаете обязательно следите это расстояние до объекта чем больше расстояние до при той же самой величины тем ярче абсолютно лично и наоборот если мы объекты у нас сами слабый ну то есть состояние на него близко то и церковь лично не будет момент мы на обратную сторону если объект яркий звезды лично большая вот эту форму полезно умеет платить потому что игра приходится это делать некоторые бронтакты используют однажды мы заметили что поглощение в атмосфере сильно читали форму когда замечено было что задачу не был получен примерно правильный численный ответ так случайно были цифры попадали что включался ответ но если подставить поглощение атмосфере земли высоту и расстояние в условии задачи вот в эту форму как она связана с обзору безразличной никто не знает ответ случайно совпал с заданным человеку поставили 8 баллов из 8 за эту задачу при совершенно неправильном решении да это была такая история нашли ее только потому что скан выкладывают обязаны выкладывать было отслежено что такая вещь произошла вот значит сейчас мы с вами в астрономии звездные величины используем в разных диапазонах нейтромагнитно-осферика как раз для определения астропизических параметров для определения температуры звезд это очень-очень помогает и большая часть исследований фотометрических сейчас у нас с вами проводится в пользу звездные величины это наверное сейчас основной такой критерий современной звездной астрономии мы с вами всегда это делаем даже вот спутник Гая в конечном итоге Алексей Сергеевич вам показывает заходил и работает на тех же самых там есть одна такая проблема что спутник летает в точку Лагранжа Льва очень далеко от Земли и невозможно с него напрямую передавать изображение которое он получает они просто не пролезают в тот канал передачи данных по объему просто не способен передавать такой объем информации и поэтому на спутнике сидит компьютер который занимается обработкой первичных наблюдений и пересылаются не изображения, а просто фабрички служили измеренными величиями координатами и яркостью схема яркость потом что делать на сравнении между собой берут просто отношение этих яркостей с известной звездой, логарифмируют получают инструментальные звездные величины а потом их привязывают, если звезда известна, к известным звездным величинам которые уже были уникальны вот фактически это универсальный способ который выполняют все астрономы которые исследуют не заниматься звездной астрономией так или иначе ну вот я тоже этим не занимаюсь двоими звездами запомнили системы собственно, да затмение переменной звезды это тоже звездные астрономии объектов масса интересно, что исследую всегда есть многие объекты очень-очень замечательные ну и вот давайте напоследок устные задачки мы с вами уже, кстати, такую решали с какого расстояния солнце не видно невооруженным глазом если его абсолютная звездная величина плюс 4,7 задача элементарная у нас с 10 парсек 4,7 значит, у нас с вами с расстояние нашего неизвестного должно стать 6,5 значит, мы с вами считаем насколько звездных величин должно ослабить после этого подставляем ну, собственно, можно уже из звездных величин подставлять 10 в абсолютную величину у нас будет 6,5 и освещённость ну, давайте я еще помню на основную строчку получаем освещённость я уже сколько раз предупреждал, что даже давайте так запишем светимость Солнца делит на 4i 10 в квадрате по всекам делить на освещённость Солнца на 4i r квадрат r будет 10 степень на здесь у нас видимость 6,5 минус 4,7 ну, и отсюда легко найти я так дальше тоже вопрос преобразованный правильный ответ получится примерно 18 по всех и вот здесь вы можете увидеть есть такой замечательный сайт называется Аблс Вселенной английский Аблс универс есть масштаб карта космоса в разных масштабах это вот соседние с нами звезды но в основном типы Солнца слабые звезды есть мало красок и мы сами увидим, что здесь много звезд которые видно на небе обозначены греческими буквами это те звезды, которые так или иначе ныне вооруженным глазом звезды похожи на Солнце это были первые грандиндаты у которых искали экзопланет все эти звезды были перебраны в первую очередь и одна из них была 51-я эпигантка в той самой которую она не до первых планеток вот ну а если вы когда-нибудь запомните, что примерно 17 парсек то все это очень легко решать все остальные задачи вот например следующую а не про абсолютную звездочную бетельгейзе вот уже совсем простая задачка непоследок вот какова абсолютная звездная величина звезды бетельгейзе если расстояние до нее 600 световых лет то видимо звездная величина 0,5 задача тоже в подстановке в одной формулы так можно про любую звезду сочинить с нами нужно перевести световые воды в парсеки после этого поставить формулу с абсолютной звездной величиной где расстояние 10 парсек и найти значение абсолютной звездной величины даже вкратце можно не рассмотреть и и последняя задачка связанная с этими 16 парсеками и с тем что мы с вами рассматривали на первом диаметре какого диаметра необходим телескоп чтобы увидеть все звезды типа Солнца в окрестностях Солнца по всей площади полщина 800 световых лет вы, кстати, здесь видите разные телескопы вот этот телескоп Кеха вот а вот а вот это вообще обсерватория у нас компалась по-моему, в чьих вот если понять а вот современные телескопы которые сейчас в мире по большому количеству уже устанавливаются многие любители астрономии у которых есть соответственно средства на это такие телескопы себе ставят 50-60 сантиметров диаметра полностью автоматической системы вы просто задаете что там наблюдали он наблюдает фотографирует и потом эти данные используют в принципе сейчас доступно каждому есть такой проект называется itelescope.net где вы можете сами за деньги, конечно заказать на людей и сфотографировать любой объект который вы захотите у нас современная аппаратура в общем-то говоря многие любители астрономики пользуются даже кометы открывают базары исследуют там профессионал тоже но в основном даже можно красивые фотографии причем большая часть телескопа расположена в Австралии и у вас есть возможность проапливать даже объекты которые вы никогда отсюда не увидите из-за того что они у нас не восходят ну и собственно что это за задача мы с вами берем мы считаем раз Солнце находится примерно в плоскости галактики 800 светового цвета можно перевести в парсеки а дальше просто после того как перевели мы сами получили во сколько раз ослабнет Солнце если мы с вами вот отведем на то расстояние значит во сколько раз у нас с вами Света должен собрать так что звездная величина это не сложно да кстати еще один классный способ как можно на пальцах научиться посчитать звездную величину всем рассказываю может пригодиться и на этом с вами закончим смотрите известно вот здесь табличка такое написано дельта n это разы одна звездная величина означает вот так это примерно два с половиной раз сотых будет я два две звездные величины сколько шесть шесть двадцать пять квадратов три примерно шестнадцать округлим до сотых четыре сорок пять звездных величин ровно сто и надо запомнить что ноль семь пять звездных величины ноль семь это примерно два раза два раз яркости на семь а дальше у нас с вами все превращается в очень просто вот если мы знаем что источник в сорок тысяч раз ярче как нам это превратить в звездные величины это ну давайте скажем сорок тысяч это четыре на сто и на сто так это пять величин это пять величин и четыре это дальше можно пользоваться не совсем честно то есть увеличение мы его складываем на шесть двадцать пять ну это где-то полторы например вы не сильно ошиблись таким образом можно прикидывать насколько звездных величин ярче насколько легко любые использовали раньше наша задача всякие были качественные на суммарную яркость сколько сейчас вот причем звездных величинах можно с вами померить все что угодно хотите измерить звездную величину фонаря с расстоянием шесть километров надо сравнить его просто с чем замечательная формула Фокса состоит в том что вы здесь сравниваете одинаковые величины в одной и той же размерности вы сравниваете объекты друг друг другу систему с системой как правило с чем можно сравнить с солнцем всегда если знаете энергию солнечной постоянной поступающей на землю значит вы знаете и знаете звездную величину Солнца значит можете сравнить любой объект справочных данных как правило это задается и так узнать внутри звездную величину фонаря с расстоянием КС была хорошая задача на Всероссийской Олимпиаде где был дан фонарик который не во все стороны излучает а был 40 градусов и известный его мощность 40 фонар можно было посчитать можно его увидеть в СМКС или нет если атмосферу не учитывает как вы думаете можно или нет можно 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 если атмосферу не учитывает почти 6000 км получается это значит кстати что средства спасения если когда-то кому-то доведется вам разрабатывать средства спасения для космоса если потерпел человек аварий ну да вот просто не знаю у него есть средства спасения какая-нибудь палатка там герметичная и все как он может кораблю который за ним прилетел он же и корабль то он увидит потому что корабль отражает солнечный след да но корабль его без связи не найдет как может только фонариком посветить как бы это смешно не казалось но это будет способ у нас даже была идея не знаю подарю вам если у кого есть связи как материализовать можно договориться с космонавтами на МКС выехать куда-нибудь там не знаю в Рязанскую область с фонарями да и просто сделать такое селфи где люди вас будут снимать с орбиты а вы им фонарик не можете это реально можно сделать да ну фонарик там желательно помощнее взять там да еще рассчитали чтобы МКС пролетал поблизи все можно сделать сюда заходим это реально прикольная фотография которую вы потом в жизни будете хранить потому что да как всегда сфотографируются с расстоянием в 300 полометров а в 600 вполне себе способ ладно на этом мы с вами все это закончим понимаете наступайте про Рождество стоит отдельно сказать про Старый Новый Год знаете да что у нас это появилось только сто лет назад да вот поэтому кстати когда в прошлом году на московской олимпиаде была классная задача про корабль которая была как замечательно было видеть что в аудитории люди делятся на два типа те которые искренне не понимают как можно из прошлого или из будущего или из будущего в прошлое вот но и те кто знает что это такое что это в будущем это такое что это такое Продолжение следует...